Всем привет! Сегодня я буду вам рассказывать про то, как мы сделали торт-вазу, как мы ее придумали и для чего. У меня была встреча с моими вип-патронами в новом цветочном пространстве в Варшаве, которое называется Lauer's Warsaw. Там ребята продавали и продают много разных прикольных ваз. И я решила, что нужно для встречи сделать им еще одну вазу, которую мы сможем сначала поставить у них на витрине. Для начала я хочу вам сказать, чтобы вы разделили свою работу по дням, как это делала я. В легком темпе вам понадобится примерно три дня на этот торт, в таком более быстром темпе два дня. То есть за один день нежелательно делать такой торт. Начать нужно с приготовления бисквита и приготовления начинки. Для того, чтобы сделать бисквит, вам сначала нужно натереть цедру лимонов и выжать из них сок. Сок вам нужно частично отвесить и отставить пока его в сторонку. Все продукты для бисквита должны быть теплыми, молоко должно быть практически горячим. Если у вас какой-то из продуктов будет холодным, то тесто для бисквита пойдет крупинками и вы не получите такой пышности. Но это не значит, что бисквит будет совсем испорчен, то есть он будет другой консистенции, он будет похож больше на кекс. Далее, когда вы отвесили сок лимона, вам нужно взбить яйца с сахаром. Нам ничего не нужно отделять. Вы бросаете в дыжу все яйца, бросаете сахар и просто взбиваете его 8-10 минут, чтобы яйца стали пышными и превратились в плотную пышную пену, которая не будет сразу же оседать. Пока взбиваются яйца, вы можете отвесить отдельно муку с разрыхлителем и перемешать их, отставить пока в сторонку. И потом к взбитым яйцам, к вот этой уже воздушной пене, вы добавляете размягченное сливочное масло. Оно должно быть реально очень мягким, практически растаявшим. Быстро перемешивайте до однородности. Потом вливаете молоко. Оно должно быть не кипящим, но таким почти горячим. Снова все перемешиваете. Добавляете сок лимона отвешенный. Добавляете цедру. И снова тщательно перемешиваете все. При этом перемешивании пена у вас не сильно оседает. То есть яйца должны быть взбиты очень-очень хорошо. И в самом конце вы добавляете муку и разрыхлитель. Все мы сначала взбиваем с помощью венчика, а потом меняем насадку на лопатку. Забыла вам еще сказать, что в самом начале вам нужно разогреть духовку до 180 градусов, чтобы духовка у вас уже была прогрета, когда тесто для бисквита будет готово. Застилаем противень пергаментом, выливаем тесто, ставим выпекаться. Время выпекания зависит от вашей духовки. У меня это было где-то 35-40 минут. Вы можете поглядывать через 20 минут, посмотреть, если тесто сверху зарумянилось. Проверьте его на сухую зубочистку. Посмотрите, если зубочистка выходит сухой, значит бисквит готов. Если сверху тесто зарумянилось, а зубочистка выходит у вас мокрой, значит накрывайте сверху бисквит фольгой и допекайте его, пока он полностью не пропечется. После этого достаем бисквит из духовки, даем ему остыть и накрываем пленкой в контакт. Либо вы можете его полностью освободить из противня и полностью замотать, заморозить, положить в холодильник. Если вам он не нужен, прямо будет в скором времени. Накрываем пленкой в контакт, оставляем на сутки для стабилизации. Это делать нужно обязательно, потому что в таком случае ваш бисквит будет меньше крошиться, и вам удобнее будет с ним работать, он будет более стабильный, чем если бы вы его использовали в тот же день. С бисквитом пока что все. Все. Переходим к начинке. Что хочу сказать по начинке, там есть два, возможно, для вас специфических ингредиента, которые не продаются прямо в каждом магазине. Это сироп глюкозы и йогуртовый порошок. В них, собственно, нету там ничего супер страшного. Сироп глюкозы и йогуртовый порошок вы можете заказать в интернете, поискать в гугле. Они очень быстро находятся. Йогуртовый порошок, я там вам оставлю ссылку в описании. Его можно поискать как просто леофилизированный порошок йогурта. То есть это, по сути, сухой йогурт, который добавляют в изготовлении мороженого, либо вообще используют для приготовления каких-то напитков. То есть это достаточно обычный продукт. А сироп глюкозы используют кондитеры, поэтому вы можете найти его в кондитерских магазинах. Для того, чтобы приготовить начинку, вам нужно в сотейник сложить сок лайма, пюре кокоса. Пюре кокоса вы можете заменить густыми кокосовыми сливками, которые можете найти в любом магазине. Смотрите только на составе, чтобы у вас количество кокосовой части было больше 70-80%. Желательно 90, тогда это будет очень похоже на пюре кокоса. Складываем в сотейник пюре кокоса сок лайма, цедру лайма, сироп глюкозы. И все это нагреваем практически до кипения. То есть у вас все эти жидкости должны прогреться и соединиться. Пока они прогреваются, или даже может заранее, отвесьте шоколад в высокий стакан. И достаньте масло из холодильника и нарежьте его на кусочки. Когда пюре кокоса и все остальные ингредиенты прогреются, вылейте их на шоколад и дайте постоять шоколаду 1-2 минуты. Потом пробейте шоколад блендером и добавьте в него кусочки сливочного масла и йогуртовый порошок. Пробейте все еще раз полностью до однородности, чтобы у вас получилась красивая блестящая эмульсия или ганаш. Накройте его пленкой в контакт и оставьте на стабилизацию примерно на ночь. С начинкой все, мы закончили. На следующий день вы можете переходить к сборке торта. Из бисквита мы вырезаем круги диаметром 11-12 см. Так как я хочу, чтобы мой торт был стройным и высоким, а не толстым и пухлым и низким. Из этого количества бисквита у меня получается 6 кружков. А начинку торта мы перекладываем в кондитерский мешок. Все это мы собираем на подложке для торта. Собираем, как обычно, бисквит-крем, бисквит-крем. После чего, либо в самом процессе, вы можете завернуть сразу вокруг торта ацетатную пленку и ее скрепить с помощью скотча. Это поможет вам соблюдать правильный угол сборки торта. Он у вас получится ровный. В таком виде торт можно оставить на сутки, на ночь и продолжить делать его на следующий день. Но если у вас, например, нет времени, вы можете поставить его в морозилку хотя бы на пару часов для стабилизации ганаша. Потому что при сборке торта ганаш вам может казаться немножечко жидковатым. Но после сборки, после его стабилизации ганаш будет очень хорошо держаться. И можете за это не переживать. Субтитры сделал DimaTorzok Прежде чем приступать к следующему этапу сборки торта, если вы никогда не темперировали шоколад, я вам очень рекомендую пройти наш бесплатный урок по темперированию и попробовать это сделать просто отдельно. Дальше нам понадобятся все эти знания, чтобы собрать красивый, блестящий, аккуратный торт. Итак, для финального декора торта нам понадобится тоже несколько специфических вещей. Вам нужна будет горелка какая-то более-менее большая. То есть, скорее всего, не зажигалка. Ну, либо большая зажигалка, либо горелка. Также вам понадобится лист ацетатной пленки. Вы можете купить его в художественном магазине, можете заказать в кондитерских магазинах. Она называется гитарная ацетатная пленка для шоколада. Вам понадобится кисточка, либо зубная щетка, несколько мисочек для шоколада, блендер. В общем-то, больше ничего такого суперспецифического. Еще я использую для рисунка на торте аэрограф. Но вы можете, во-первых, если хотите сделать точно так же, как я это делаю в уроке, аэрографа у вас нету, вы можете использовать обычный фен. Это очень такое творческое будет занятие, поэтому можно вообще не использовать аэрограф. Можно просто побрызгать какао-масло, можно его размазать кисточкой. То есть, это все будет делаться на ваше усмотрение. Что я вам предлагаю? Досмотреть урок до конца и просто придумать свой дизайн и подумать, как вы бы это сделали. Побыть здесь художником. Для начала вам нужно померить ваш торт и вырезать заготовку из ацетатной пленки, по которой вы будете в итоге размазывать шоколад, и это у вас будет очертание вазы. Вам нужно померить окружность торта, добавить там примерно 1 или 0,5 см, и это будет ширина вашей заготовки. Высоту я, если вы делаете 6 бисквитов, как и я, я вам рекомендую делать по бокам вашей заготовки пленочной чуть меньше, и к середине она должна чуть увеличиваться. То есть, я делала 30 см по бокам и 35 см вот здесь. Это делается для того, чтобы визуально, когда вы будете смотреть на вашу вазу, то у вас вот эта вот увеличивающаяся кверху заготовка будет закрывать задний край торта, то есть изнанку вот этой вот шоколадной обертки, которая будет не очень приглядная. Поэтому вот этот верхний край, он будет как бы полностью задник закрывать, и все это будет смотреться более аккуратно. Когда вы вырежете пленочную заготовку, вам нужно ее погнуть будет с помощью горелки. Не подносите горелку слишком близко к пленке, иначе она у вас просто расплавится. То есть, вам нужно ее чуть-чуть нагреть, вы будете чувствовать, как эта пленка будет становиться в ваших руках более мягкой. Вы ее примерно чуть-чуть загибаете так, чтобы эти изгибы были очень-очень плавными. Не делайте резких изгибов, так как вы на них не сможете потом положить шоколад нормальной толщины, и у вас образуется дырка, то есть вы не сможете снять пленку качественно. Поэтому эти изгибы должны быть очень-очень плавненькими. При этом вы все время должны прикладывать пленку как бы на торт, да, и смотреть, чтобы она не деформировалась, чтобы она оставалась в форме вазы и примерно была ровненькой. После чего вы оставляете пленку, она должна остыть, она будет уже готова для использования. Какао-масло вам нужно разделить на две части, если вы будете использовать два цвета в вашей вазе, либо вы можете окрасить вообще какао-масло в один цвет, в три цвета, то есть как вам больше нравится, как вы чувствуете. Какао-масло мы сначала растапливаем, окрашиваем, после чего темперируем. Какао-масло темперируется точно так же, как шоколад, точно так же вы можете это посмотреть в нашем уроке. Как только вы затемперировали какао-масло, оно в рабочей температуре, вы наносите ваш рисунок на пленку. Капли, разводы, граффити, все что угодно. Единственное, что вы не наносите очень-очень толстый слой, потому что при застывании на пленке, пленочка у нас немножко сгибается, какао-масло может трескаться или отваливаться, если оно будет очень толстым. Достаточно тонкий слой и даете ему просто застыть. Дальше вы темперируете какао-шоколад, но если он у вас, например, не окрашен, мой, потому что был заранее окрашен, то вы сначала точно так же его растапливаете, потом окрашиваете, пробиваете хорошенько блендером, чтобы краска хорошо распустилась и после этого темперируете. Затемперированный шоколад вы наносите на пленку с помощью спатулы, либо как там вам удобно будет. Но шоколад на пленке не должен быть очень тонкий, то есть минимум 3 миллиметра должно быть у вас равномерно нанесено по всей пленке. Минимум 3 миллиметра и очень-очень внимательно нанесите шоколад наверх вазы. То есть там, когда вы повернете вот этот лист и будете обкручивать им свой столбик, вот эти места сверху, они начнут у вас подтекать вниз. Соответственно, толщина там будет уменьшаться. Вам же пленку в итоге нужно будет снять, и ваша вот эта толщина вазы, она должна выдержать, и она должна быть не очень тонкой. Поэтому наверх вы можете нанести еще даже толще шоколада, потому что, учитывая то, что он будет подтекать вниз, и там будет образовываться более тонкий слой, вам нужно это как бы учитывать. И еще момент после нанесения шоколада, вам обязательно нужно выждать время, когда он начнет схватываться и становиться матовым. Вы можете помогать ему схватиться в более толстых местах с помощью фризера. Вам нельзя ждать очень долго, потому что тогда шоколад кристаллизуется, он станет ломким. То есть вам нужно споймать момент, где он станет матовым, но при этом еще будет достаточно гнущимся, чтобы вы могли спокойно поднять пленку и завернуть его вокруг торта. Значит, когда вы нанесли шоколад на пленку, и он у вас в моменте вот кристаллизации, вы достаете торт, снимаете с торта нашу черновую ацетатную пленку, и торт у вас стоит рядышком, готовый к тому, что вы его обернете шоколадным листом. Шоколад стал немного матовым, вы можете пробовать поднимать пленку, если шоколад не стекает прямо вот рекой, и он держится хорошо, то вы поднимаете пленку и заворачиваете ваш столбик торта. Момент с задником торта, там, где у вас будет вот этот шов от пленки. Если вы хорошо померили ацетатную пленку и не сильно там ее загнули во время обдува горелкой, швы у вас могут прямо ровненько вот так вот лечь друг с другом, и здесь может миллиметровый, там, двухмиллиметровый зазорчик остаться, и это будет самый идеальный вариант. Если же у вас пленка получилась чуть больше, и она как бы идет внахлест, то есть вы заворачиваете, и у вас сзади получается непонятно что, не приклеивайте наверх вот эту часть пленки к вот этой, потому что вы потом, когда будете снимать ацетат, то вы не сможете просто нормально отклеить и поломаете задник торта, поломаете шоколад. Оставьте, то есть сделайте нахлест, но сделайте небольшой зазор, дырку. Когда вы уже оставите торт кристаллизоваться, проведите зубочисткой по этому зазору, чтобы вы спокойно могли снять пленочку, и вам ничего не мешало, что шоколад нигде не будет приклеиваться. Иначе, когда вы поставите торт на кристаллизацию в холодильник, и шоколад начнет сжиматься, потому что при кристаллизации он сжимается, и вы услышите даже такой характерный треск пленочки, как будто шоколад будет отходить от пленки. Если он у вас в зазоре приклеен, то обязательно он там где-нибудь поломается. Поэтому этот момент очень внимательно просмотрите. И, собственно, на этом все. Вы ставите торт, оставляете его сначала кристаллизоваться при комнатной температуре примерно на 10-15 минут, после чего вы можете переставить его в холодильник и оставить до следующего дня, либо на часа 3-4 хорошенечко кристаллизоваться, дать шоколаду. После чего вы можете снять пленку, и торт будет готов. На этом торт-ваза готова, но при этом мы можем еще добавить к ним какие-то цветы. Я решила сделать цветы из попкорна. Для того, чтобы сделать цветы из попкорна, нам понадобятся бамбуковые шпажки длинные, которые можно купить в отделе для садоводов, поддерживающие такие цветочки шпажки. Нам понадобится шоколад, губка грубая для мытья посуды, попкорн и белый шоколад и фризер. Попкорн вы можете пожарить так, как написано на упаковке. Это делается очень легко, просто закидываете в горячую сковородку, закрываете крышкой, ждете, пока он взорвется. Потом часть попкорна вы отделяете, маленькую часть окрашиваете полностью. Окрашивала я попкорн с помощью пульверизатора, просто в нем развела в воде розовый краситель, достаточно ярко. Часть попкорна обрызгала просто полностью целиком. Попкорн при этом сжимается очень сильно. Вот эти цветочки, которые полностью окрашены, мы их отставляем в сторонку, нам их нужно не очень много. Они будут такими акцентами на наших цветках. Вторую часть попкорна я в большую миску положила и легонько сбрызгиваю только. Сбрызгиваю, чтобы на них появились такие розовенькие капельки, как на лепестках цветов. После чего перемешиваю и снова немножечко сбрызгиваю, чтобы примерно равномерно этот весь попкорн покрылся таким паттерном в розовенькую крапинку. Дальше этот попкорн нужно оставить и дать ему хорошенько просохнуть, чтобы, когда вы его будете приклеивать, он не был мокрым и тяжелым. Если вы легонько сбрызнули и видите, что попкорн не мокрый, то вы можете, в принципе, сразу собирать цветочек. Чтобы начать собирать цветок, нам нужно покрыть вот эту палочку тонкую бамбуковую шоколадом. Шоколад я просто не дорастапливала до конца, ну, не темперировала его, в общем-то, целиком. А просто, получается, у меня какая-то часть шоколада была растоплена, какая-то часть нет, я это перемешала. И вот эти кусочки, которые были кристаллизованы, они развелись в общем шоколаде и произошла такая кустарная кристаллизация, кустарное темперирование. В общем-то, таким шоколадом я к помощью кисточки нанесла на палочку бамбуковую вот эту вот все и дала ему кристаллизоваться. Если вы его нанесете, шоколад, таким достаточно толстым слоем и поставите палочку вертикально кристаллизоваться, то появятся очень красивые такие стекшие капельки, которые будут похожи на набухшие то ли почечки, то ли такие вот зазубринки на веточках. То есть эта текстура будет еще более натуральна. После полной кристаллизации мы немножко губкой, тыльной стороной губки протираем полностью эту веточку, чтобы создать шершавую, такую полощатую текстурку самой нашей веточки. Ветка готова, попкорн готов рядом. Мы приклеиваем, начинаем приклеивать попкорн с помощью белого шоколада, который точно так же разведен был, как и темный шоколад. И с помощью фризера по одной попкорнке вот это вот все дело начинаем приклеивать, пока у вас не образуется хороший пышный цветок. Еще момент, который я пропустила. Вам нужно достать торт и воткнуть вот эту шпажку и померить, на какой высоте у вас должен начинаться цветок, чтобы это визуально красиво выглядело. То есть сколько вам нужно оставить самой вот этой шпажки, чтобы ее воткнуть в торт, и когда у вас должен начинаться цветок. И вот с этого момента вы начинаете приклеивать цветок сам из попкорна, делаете его пышным, наслаиваете его. И в самом конце вы на вот этот уже готовый вот эту шишечку цветочную приклеиваете мелкие-мелкие цветочки вот красные полностью окрашенного попкорна. Даете шоколаду кристаллизоваться, даете цветочку полностью просохнуть, и все, можете украшать свой торт. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok